Добрый вечер, уважаемые коллеги! Действительно хотелось бы поговорить, казалось бы, вроде бы только об одной из составляющих человеческого капитала, кадровом потенциале научно-технологического развития, но совершенно очевидно, что сейчас, когда ставится задача ускоренного научно-технологического развития страны, на именно исследовательский потенциал, на возможности разных регионов будет обращаться пристальное внимание, и интерес, скажем так, к региональной проблематике, он был во многом связан с тем, что мне это само интересно, и по линии Российской Академии Наук шла оценка потенциала развития науки в регионах, но, в общем-то, оказалось, что как раз анализ региональной статистики, он позволяет обратить внимание на те моменты, которые, может быть, при анализе общероссийской ситуации не всегда видны и, наоборот, очень хорошо проявляют себя именно в региональном разрезе. И свой доклад я хотела бы построить, ну, с той точки зрения, с тех позиций, что мне хотелось бы показать, в каких регионах сконцентрированы, естественно, исследовательский потенциал, кадровый потенциал науки. И это важно не только вот с точки зрения развития страны, но и с точки зрения формирования будущей пространственной политики, потому что, если оказывается, что кадровый потенциал научно-технологического развития сконцентрирован уже в экономически развитых регионах, в тех же городах-миллионниках, то, в общем-то, мы оказываемся перед очень сложной ситуацией, когда нам, с одной стороны, надо обеспечивать научно-технологическое развитие и, опять-таки, делать ставку на города-миллионники, с другой стороны, нам надо сокращать межрегиональные различия, как вот только что совершенно справедливо говорилось, и, соответственно, надо будет искать какие-то пути выхода из этой ситуации. Самое первое, на чем хотелось бы остановиться, и самая базовая проблема, которая вскрылась, когда стали анализировать статистику по регионам, это проблема отсутствия, на самом деле, каких бы то ни было адекватных данных о тех людях, которые реально в регионах заняты научными исследованиями. С одной стороны, есть официальная статистика числа исследователей, которые очень активно все оперируют. Да, она как бы существует, она, в общем-то, не вызывает каких-то особых сомнений, но, тем не менее, что она показывает? Во-первых, сама эта статистика является просто статистикой числа исследователей. Никто занятость в эквиваленте полной занятости не считает, не учитывает по регионам. Это значит, что просто не считают, на какой доле ставки работают те или иные исследователи. То ли это полная ставка, то ли это десятая ставка и так далее. И второй момент, такой достаточно важный. Это научно-исследовательская деятельность нашего профессорско-преподавательского состава. Понятное дело, что профессорско-преподавательский состав очень в разной степени реально вовлечен в научные исследования. Но, тем не менее, если мы берем Московский госуниверситет, другие ведущие университеты, национальные исследовательские университеты, то там, естественно, работают ученые, которые формально числятся на должностях профессорско-преподавательского состава, и их научно-исследовательская деятельность не учитывается. Почему это является проблемой? Потому что все мы прекрасно знаем, и в общем-то в этом есть определенная логика, что мы хотим знать не только, кто работает в науке, какое количество человек научными исследованиями заняты, но и насколько эффективно исследователи работают, то есть действительно каково качество этого кадрового потенциала, насколько люди действительно публикуют интересные работы, насколько они востребованы у нас в западной литературе, какое количество патентов подается, получается и так далее. И получается, что у нас нет просто адекватного показателя для знаменателя. То есть мы не имеем количества реально человек, с которым мы можем соотносить все те результаты научной деятельности, которые получаются в регионах. Насколько это важно именно в региональном разрезе? В региональном разрезе это важно потому, что соотношение исследователей и профессорско-преподавательского состава кардинальнейшим образом отличается по субъектам федерации. И дело не только, допустим, в московской и ленинградской областях, которые, понятно, дело находится вблизи Москвы и Петербурга, и жители которых могут учиться в Москве и Санкт-Петербурге. Дело и во всех остальных субъектах федерации. По сути дела разброс по регионам от нуля до ста процентов доля профессорско-преподавательского состава в общем числе тех, кто занят научными исследованиями и разработками. Реально. Что в этой связи делать? Ну, здесь есть могут быть рецепты и сугубо статистического характера, и содержательные. Ну, самый простой способ – просто, конечно, суммировать численность исследователей профессорско-преподавательского состава, беря численность ППС с коэффициентом 0,4. Ну, просто исходя из тех нормативов загрузки, которые существуют. Ну, конечно, надо совершенствовать саму статистику, но это вопрос к Росстату. А содержательно, наверное, как раз, хоть скоро начинается в том числе очередная у нас реформа образования, надо более серьезно поднимать вопрос о том, в какой мере профессорско-преподавательский состав должен вообще заниматься научными исследованиями. Потому что мы прекрасно понимаем, даже из собственного опыта, что есть реально преподаватели, которые не могут качественно преподавать, не ведя сами научную деятельность, и есть преподаватели, для которых важно просто быть хорошими методиками, потому что, в общем-то, если они преподают бухучеты или еще какие-то даже такие сугубо прикладные дисциплины, то скорее здесь научно-исследовательская деятельность не столь, по крайней мере, важна, как для тех, кто занимается эконом-теорией, выработкой госполитики и тому подобных вещей. И тех людей, которые могут и должны заниматься научно-исследовательской деятельностью, они скорее должны быть хотя бы частично освобождены от своей нагрузки. И вот то, как здесь чисто схематически обозначено, мне кажется, нам надо уходить от гихотомии исследователей ППС, исследователи, профессорско-преподавательский состав, от которых мы требуем методической и качественной работы, главное, чтобы они читали хотя бы то, что публикуется, и профессора-исследователи, преподаватели-исследователи, так, как это делается в некоторых ведущих исследовательских вузах. Каковы следствия для госполитики того, что мы не очень умеем качественно оценивать реально научно-технологический кадровый потенциал и, соответственно, реальных оценок ситуации в регионах нет. Два примера. Один пример – это научно-образовательные центры мирового уровня. Те территории, которые закладывались в качестве перспективных для создания НОЦ в стратегии пространственного развития, и те научно-образовательные центры НОЦы мирового уровня, которые были фактически созданы. Если вы посмотрите, регионы почти не совпадают. То есть планировали одно, получили другое. Второй пример. Федеральные власти проводят политику по поддержке научно-технологической деятельности, инновационной деятельности, и среди вот этого инструментария федеральной политики есть такие инструменты, которые имеют очень четкую территориальную привязку. То есть это те же технико-внедренческие особоэкономические зоны, это программа развития технопарков в сфере высоких технологий, которая реализовывалась, сколковые инновационные научно-технологические центры, государственные научные центры. И на этом слайде представлена география всех этих локализованных объектов, которые получают федеральную поддержку. И опять же, в общем-то, очень легко увидеть, что здесь полный хаос. То есть есть территории, которые попадают под действие двух инструментов поддержки, и наукоград, и технико-внедренческая зона, и еще что-то. Есть территории, которые, наверное, можно вспомнить, что они очень известные научные центры, тот же Новосибирск, но он практически не имеет никаких особых мер поддержки. Там только создавался технопарк в сфере высоких технологий, и, собственно говоря, других мер поддержки на него не нашлось. И, соответственно, опять же, возникает вопрос, а насколько оправдана такая ситуация, почему именно так, нужно ли такое размывание средств в каких-то случаях, нужно ли дублировать инструменты поддержки разных территорий и так далее. Ну вот, собственно, концентрация числа исследователей в регионах. Ну и вот здесь на слайде как раз показана та проблема, о которой я сказала, что концентрация исследователей, ну здесь и исследователи, и просто занятые научными исследованиями и разработками исследователи, только часть общего числа занятых, туда еще входят техники и так далее. Ну, в общем-то, картинки, они на самом деле очень похожи. Что они говорят? Во-первых, колоссальнейшая концентрация. То есть тут уже видно, что два региона 50%, три региона... Нет, три региона 50% дают, 15 регионов 80% всех занятых. И еще один момент. Вот здесь курсивом обозначены те территории, где нет городов-миллионников. И то Московская область, ну чисто условно формально регион, где нет города-миллионника, ну понятно, что это часть московской агломерации. Только Томск и Калуга. Здесь 16-17 регионы приведены просто по естественным разрывам. То есть там 18 регионы уже сильно отстают, а вот разница между 15-16 не очень большая, поэтому вот такое количество субъектов федерации приведено. Ну и то же самое по числу исследователей. Просто Тюмень, Тула, ну вот уже в самом-самом хвосте. С профессорско-преподавательским составом концентрация тоже очень большая, но все-таки ситуация чуть получшая. Уже все-таки не так много в ведущих экономических центрах. Все-таки на первые 15 приходится уже не 80-60%. Но тем не менее, все равно, в общем-то, те же самые города-миллионники здесь никуда не деваются. Они объективно являются центрами высшего образования и исследовательской деятельности. Федеральная уже политика в отношении образования. Ну, с одной стороны, она, в общем-то, направлена на то, чтобы как-то сокращать межрегиональные различия. По крайней мере, по федеральному университету, как минимум, в каждом федеральном округе было создано. То есть стараются все-таки создать хотя бы макро-региональные центры. И более того, вот здесь уже не всегда города-миллионники. То есть есть тот же Калининград, Архангельск, Симферополь, Ставрополь, Якутск. То есть вообще Владивосток, на Дальнем Востоке нет миллионников. То есть здесь уже стараются создать хотя бы альтернативные центры. Ну, правда, с национальными исследовательскими институтами ситуация опять не очень. Южно-Северо-Кавказский, Дальневосточный федеральный округа национальных исследовательских университетов не оказалось. Если говорить о статистике образования в целом, то какие здесь есть проблемы? Ну, все мы прекрасно знаем, что число обучающихся в аспирантуре и число тех, кто идет потом в науку, это разные, в общем-то, вещи. С этим все понятно. Нет у нас, конечно, отдельно данных по числу студентов, которые обучаются в федеральных и национальных исследовательских университетах, то есть тех студентах, которые потенциально могут работать в науке и которые готовятся к работе в науке ну, по замыслу этих университетов. Самое плохое то, что у нас нет даже статистики, ну, по крайней мере, такой общедоступной с разбивкой на выпускников бакалавриата и магистратуры. То есть у нас просто число выпускников, а 4 это года или 6 лет, после которых можно действительно идти и выполнять более квалифицированную работу, тоже нет. И один такой момент, позитивный сдвиг, который произошел в последнее время, но проблема, которая была до последнего времени. И на самом деле еще реальной статистики нет, это только обозначили. В рамках национального рейтинга научно-технологического развития регионов впервые появилась идея, ну, надеюсь, что все-таки в том числе испании подачи, что надо не только оценивать собственные исследователи, аспирантуру, высшее образование, но надо еще и оценивать дополнительное школьное образование. То есть начинать вовлекать молодых людей в научно-технологическое творчество на студенческой скамье уже поздно. Во-первых, в вузы такие, не имея хорошей школьной подготовки, никто не пойдет. Ну, и просто уже поздно. Соответственно, надо заниматься этим, начинаться с детского возраста, и вот это, надеюсь, сейчас будет оцениваться, но это, скорее всего, даст какой-то стимул для региональных властей этим еще более активно заниматься, тем более школьное образование. Это как раз сфера ответственности регионов. Еще один такой сюжет, если есть кому-то время, расскажу. Да, хорошо. Еще такую про одну проблему, это про омоложение кадров. То есть все мы об этом тоже очень активно говорим. Понятно, что эта задача крайне необходимая, но, опять же, когда мы начинаем работать со статистикой, и тут в данном случае даже достаточно работы с общероссийской статистикой, мы видим проблему создания с помощью показателей ложных стимулов и мотиваторов для экономической политики, ну и вынужденно для деятельности, в том числе и ряда исследовательских организаций. Что у нас было до последнего момента? Цель была в том числе и в нацпроекте наукного университета возрастание доли исследователей в возрасте до 39 лет, при этом чем больше, тем лучше, к 30-му году до 50%. Хотя, если, в общем-то, посчитать, исходя из равномерного распределения исследователей по возрастным когортам, то, в общем-то, понятно, что эта цифра после ликвидации провала, она будет просто абсолютно бессмысленной, потому что числа исследователей до 39 лет при равномерном распределении по возрастным когортам это максимум 44%. Иначе вы должны в 40 лет выгонять людей просто на улицу, потому что иначе показатель будет только ухудшаться. К чему это привело? А приводит это к тому, ну, можно догадаться, что люди берут на работу людей, которые являются молодыми, не рассчитывая действительно на то, что они после 40 лет останутся в науке. Как это видно по показателям? Падает доля людей, имеющих ученую степень среди молодых возрастов, и падает доля тех, кто до 29 лет. То есть вот набрали до 39 лет, дальше омолаживать кадры вроде как уже и не надо, потому что никто не спрашивает. Понятно, что есть определенная полувозрастная структура, и сейчас есть провал в этой возрастной категории до 29 лет, но тем не менее стимул явно ложный. Просто вот наращивать число занятых до 39 лет, потому что, ну, понятно, что в 40 лет начинать новую профессиональную жизнь уже поздно. Соответственно, это заведомо люди, которые числятся и которые просто вот потом уйдут. Опять же, сделан шаг вперед, обсуждалось это, слава богу, теперь будет новый показатель, доля до 29 лет, при этом не будет беспредельного роста показателя. Вот 25 лет, максимальные 100 баллов, дальше увеличивать уже бесполезно. Ну и по регионам, кстати, ну такой уж явной корреляции нет, но тем не менее очень хорошо видно, что чем больше доля молодых, тем ниже уровень квалификации кадров. К сожалению. Формально вот по доле там кандидатов, докторов наук. Ну, здесь я на всякий случай привела национальный рейтинг научно-технологического развития, хотя он, конечно, не только связан с кадрами, поэтому я его дополнительно комментировать не буду. Ну, на самом деле, такой подробный комментарий этого рейтинга выйдет в четвертом номере проблем прогнозирования. Поэтому пойду дальше. Ну и вот, собственно говоря, я надеюсь, за вот те пару минут, которые у меня остались, что, собственно говоря, делать, вот исходя из такой чрезмерной концентрации исследователей в городах-миллионниках? Этот вопрос, он, собственно говоря, обсуждается везде и у нас, и за рубежом. Более того, мне вот недавно попалось исследование, в котором показывалось на уровне статистики зависимость качества научных исследователей от возраста университета, причем возраст там исчислялся столетиями. То есть вот история такая, что вот, к сожалению, да, проблема такая существует, она, по сути дела, непреодолима. Ну, общая логика рассуждений снижать-не снижать дифференциацию в научном развитии примерно такая же, как и в рамках региональной политики. Кто-то говорит, что это пустая трата денег, надо вот только социальные условия создавать, кто-то говорит, что надо создавать рабочие места. Но даже если вот не вдаваться в детали этой дискуссии, на чем все сходятся, что надо развивать, всячески развивать межрегиональное сотрудничество и межрегиональное взаимодействие. Вот это вот межсетевое взаимодействие это единственный способ сократить различия в потенциале инновационного хотя бы и научно-технологического развития по регионам. Как это делать, вопрос, конечно, сложный, но у нас пока это и не очень, наверное, до конца поднимается проблема. И, собственно говоря, наверное, на это надо делать ставку. Второй момент, я об этом не говорила, но он важен. У нас, опять же, общей проблемой является отсутствие, ну, скажем так, как муниципализации федеральной политики. То есть федеральные власти работают с регионами, а ведь на самом деле у нас научно-технологический потенциал, он сконцентрирован очень часто в городах науки, которые не являются административными центрами. И, собственно говоря, гораздо более активная политика поддержки именно наукоградов, их де-факто вроде бы насчитывается 70, по крайней мере, раньше насчитывали. Официальный статус таковых имеет только 13. То есть, в общем-то, потенциал поддержки вторых городов, городов науки, которые действительно имеют научно-технологический потенциал, это, в общем-то, тоже некий путь и некий вариант снижения межрегиональной дифференциации. Ну и, в принципе, расширение географии и поддержки научно-технологической деятельности, оно тоже не будет лишним, но особенно в связи с тем, что поддерживать науку тоже можно бы увеличить. Ну вот, на этом спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович.